Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас макароны с сосисками. Также у нас здесь мороженое. И еще взяла такой йогурт, конкурент моего любимого Данисима. Здесь другие вот штучки наподобие Мендемса. Попробуем, стоит также виноград. И еще у меня положили в магазине вот такую миниатюрочку соуса. В супермаркетах новая мода. Начали класть пробники. Пробники всяких соусов, там, не знаю, миниатюрки, колбас. Это так мило, с одной стороны, так прикольно. Можно попробовать и сделать вывод. Нравится тебе или нет, стоит брать. Еще у нас вот такая огромная коробка бунжур. С этими коробками вообще целая история. И когда мелкая была с братом, к нам в гости, к нам приходили в гости и всегда приносили какие-то коробки. Коробки со сладостями. И мы всегда так парились, когда гости приходили с коробками. Мы думаем, блин, это же нельзя будет ее открыть. Вечная тема. Я не знаю, у вас было так же или только у нас дома. Такую коробку обязательно мы тоже понесем кому-то, чтобы в следующий раз не покупать. Поэтому коробки не открываются. Дорогие друзья, хочу вам порекомендовать сообщества, в которые сливают огромное просто количество всех курсов, разной тематики от разных блогеров. И доступ ко всему этому вы можете получить всего за 50 рублей. Там есть абсолютно все. Разная тематика, разные блогеры. Если у вас есть необходимость приобретения определенного курса от определенного, например, автора, вы можете его запросить и получить абсолютно бесплатно. Вы однажды платите 50 рублей и получаете доступ просто ко всему. Вы не платите миллион рублей, а всего 50. Возможно, у вас в голове были какие-то курсы, которые вы хотели приобрести у блогера, но не решились, и время прошло, или вы не захотели заплатить такую сумму, которую запрашивал блогер. Вы можете перейти по ссылке в инфобоксе и специально для моих подписчиков. Именно по этой ссылке вы можете получить доступ ко всему всего за 50 рублей. Так что пользуйтесь этой возможностью. А мы с вами продолжим кушать. Ну что, соус мне, кстати, не очень нравится. Хорошо, что он в миниатюрке. И уже теперь я покупать соусы от этой марки не буду. Ну, это, конечно, хорошо. Я в прошлый раз колбасу так купила. Наше производство дорогущая колбаса. Думаю, сейчас куплю, разочаруете все дела. А тут на кассе мне дают пробник. Миниатюрочка колбаса. Абсолютно бесплатно. Сначала я не поняла. Я думала, это нечаянно пробили мне. А потом мне объяснили, что подарок от производителя. Я такая, ну, раз, подарок. А то иногда такое бывает на кассе. Нечаянно пробивают не то. Точнее, могут пробить какой-то товар вошва предыдущего клиента. Такие ошибки время от времени бывают. Мне прям не терпится попробовать этот йогурт от Ростишка. Открываем. В общем, когда мы были маленькими, мы очень расстраивались, когда к нам в гости приходили с какой-то коробкой, а не с килограммом конфет. Повзрослев, я понимаю, что все-таки родители, наверное, в какой-то степени были правы. Потому что в коробке сколько конфет там? Штук 10, наверное, не больше. А стоит эта коробка как килограмм конфет. Это, как думают, невыгодно, что ли. Выглядит, правда, как-то не очень, но посмотрим сейчас. На вкус то же самое. Что и донесимо. Ну, почти. Я люблю именно йогурт, не питьевые йогурты. Вкусно, я одобряю. Стоил почти столько же, сколько донесимо. Я видела в ютубе, что некоторые просто берут йогурты, засовывают туда шпажку, кладут в морозилку, и получается мороженое. Но я, в принципе, не вижу смысла заморачиваться. Можно сразу губить мороженое. Единственное, вот эти штуки, когда здесь находятся, намного удобнее их переливать, чем вот у донесимо. Вот так вот переворачиваешься, они рассыпаются, и это немного неудобно. Вообще, когда я была маленькая, я вся думала, что вот я вырасту, и я на всю зарплату буду покупать себе только вкусняшки. Буду каждый день обед, завтрак, ужин. Только Роллтон, мой любимый, который маму запрещают. Ну, когда я получила первую зарплату, эту фигню, кстати, я не потратила. Свою первую зарплату я потратила на подарки всем. Папе купила аромат. Маме купила платье и сумку. Брату тоже что-то из одежды купила. Бабушке что-то. Не помню, тоже нижнее белье. Ну, в общем, на первую свою зарплату я купила всем подарки. А эти деньги мне казались просто бесконечными. Мне казалось, что я до хрена заработала. Хотя сколько была моя первая зарплата? 300 монат. По-моему, это было между первым и вторым курсом. летом я подрабатывала в магазине. Вот заработала деньги. Мне еще тогда понравилось работать. Когда я первый раз поработала, получила деньги за это. Мне реально очень понравилось работать. Я подумала, как круто. Ты тратишь свое время, едешь и получаешь за это деньги. А во время учебы ты тратишь свое время, ресурсы, тоже устаешь, но ничего не получаешь за это. Наоборот, сама платишь. Макароны очень вкусные. Мы с подругой в детстве. Нам было по 6 лет. Мы решили замутить бизнес. Навариться, так скажем. Короче, у нас росла сирень. Я не знаю, вам рассказывала, нет? Если рассказывала, слушайте еще раз. В общем, у нас была сирень. У меня подруга говорит, а давай начнем изобретать духи и продавать запахом сирени. Она нашла в интернете какую-то инструкцию. Мы взяли спирт, купили в аптеке спирт. Добавили в этот спирт воду. Потом добавили сирень. Прям дофига сиреня. Три дня этот раствор готовился. А затем мы эти сирени процеживали. И получались духи. и в бутылках типа продавали. Я с детства была очень стеснительным ребенком. Подруга предлагала ходить по улицам и продавать. Мама сразу начала кричать, что что за фигня, зачем вы этим занимаетесь, идите уроки учите. нафига это кому нужно, кому вы это продадите. А папа, папа в отличие от мамы покупал эту смесь у нас. Я, конечно, не знаю, куда мы девали. Потом, когда я спрашивала у папы, папа говорил, что если у ребенка есть желание что-то делать, зарабатывать деньги, надо поддерживать. Пусть это сначала детские какие-то варианты, но в дальнейшем из ребенка вырастет хороший предприниматель. Сказать честно, предприниматель из меня никакой. Бизнес вообще не мое. Но все равно было приятно осознавать, что папа тогда меня просто поддержит. На самом деле, я лично думала, что папа покупает, там кому-то на работе перепродает и тоже наваривается на этом. Я реально искренне думала, что эти духи невостребованы. Погиньте. Мне хотелось еще больше делать. В общем, у нас вовсю был бизнес. который мама разгоняла, а папа финансировал. Давайте поедим немножко бонжура. Теперь-то я взрослая, могу сама себе позволить купить бонжур, открыть и поесть. Зачем мне конфеты килограммами и съесть бонжур? Мне Рафаэлла нравится. У меня сразу такой аромат, аромат детства. Я знаю, что многие любят Ферреру Роше, и, если честно, нет. Я люблю Рафаэлки, и вот люблю бонжур. В общем, папа считал, что из меня получится в дальнейшем хороший предприниматель. Деньги зарабатывать я все-таки научилась, но предприниматель из меня никакой. Хотя иногда, знаете, у меня бывают мысли, что бы я хотела, что я бы хотела свой магазин ювелирки или, может, 50 на 50 серебро и золото. заказать какие-то специальные коробочки. Для магазина золота нужны большие деньги. Я так думаю. Должен быть выбор прежде всего. В принципе, можно и в Россию отправлять. Так-то идея неплохая. можно ли через границу золото и все такое? Вот это я не знаю, насколько это законно, это еще надо. Золото же небольшого размера. Я всегда боюсь начать какое-то дело. у меня не получится. Смотрю на других блокеров. Все что-то открывают, закрываются и так далее. Вроде норм себя чувствуют. Я думаю, если я прогорю, для меня это будет потеря-потерь. Не в плане потери денег. потому что золото потом можно все равно продать. Золото очень ликвидный товар. Иногда в моей голове мысли создать, например, инстаграм-магазин золота. Может сделать что-то вроде ломбарда. покупать, продавать, например. По бюджетным ценам, например, продавать. Такие вот идеи в моей голове. Посмотрим, как будет. На этом все, мои хорошие. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Айка. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok